Привет, ребята! Меня зовут Ирина, и мы продолжаем серию про Wednesday. В прошлый раз мы делали Оак на куколках Лол, делали саму Вензи и ее подружку Эннет. А сегодня мы будем делать фигурку, да, лепить из полимерной глины с нуля полностью. Образ я взяла из первой части, точнее, из первой серии. Вот это вот платье, ее черное эффектное, в такую крапинку белую. Смотрите, какие у меня уже близняшки получились. Ну, или почти близняшки. В общем, у нее даже рюкзачок сзади есть. Да, можно отправлять ее в школу Невермор. Ну, в общем-то, фигурка зачетная, так что, ай да, ее лепить. Для начала я беру полимерную глину бежевого цвета и формирую личико. Очень даже классно, что у героини сериала такой заостренный подбородок, поэтому довольно легко ее лепить. Сделал чуть поуже, поострее подбородок, и она уже похожа. Кстати, не забываем, что она кореглазая, и у нее должен быть такой строгий взгляд, а в этом нам поможут такие хмурые бровки домиком. Кстати, не забываем про ушки. А для губ я беру вот такой вишневый цвет. Губки делаем пухленькие, выпуклые. И личико я рекомендую сейчас запечь, чтобы потом его слегка не испортить. Далее берем полимерную глину черного цвета, и, в принципе, всю одежду уже будем делать из нее. Так что, очень даже легко. Делаем торс и такой вот юпочку-колокольчик. Собираем все вместе на зубочистку. Делаем ножки в черных колготочках. Я вставляю туда зубочистки и формирую ботиночки на какой-нибудь кисточке, чтобы было такое углубление, и можно было надеть на ножку. Ну, а дальше уже текстуры рисуем на подошве, на самом ботиночке, и закрепляем их туда вниз, под юбку. Приклеиваем ручки. И вот так вот у нас уже получилось. Осталось сделать кисти рук, и приклеиваем их. Кстати, руки нужно сложить в такой грозной позе, но и остаются уже рукава белые и воротничок. Так, в принципе-то платье готово. Дальше волосы я решила делать, ну, не просто черным цветом, чтобы оно не сливалось с платьем, а перемешать его с коричневым, чтобы получилось такой темно-темно-коричневый. Вот, кстати, сейчас она похожа на Вензды из старого фильма, ну, или мультфильма, там, где большой такой лоб. Поэтому я решила быстрее делать телочку. Меня всегда пугал этот образ из мультфильма с огромным лбом. Я не знаю, как у вас, но это выглядело страшно. Поэтому клею челочку, и вот она, милашка. Кстати, косички делаются легко. Два жгутика скручиваются сначала в одну сторону, а другие в другую сторону. Это очень важный момент. Потом они собираются вместе, как раз-таки получается косичка. Делим ее пополам, и вот две косы. Примеряем, приклеиваем, и здесь локоны вклеиваем, чтобы она не казалась лысой. Вот, прическа получается темно-коричневой, про бор тут рисуем, и поэтому она слегка отличается от платья, смотрится хорошо. Как хорошо, что у новой Венздэй есть щелочка. Она такая милашка с ней. Дальше буду формировать ее рюкзачок. Вот такая трапеция делается. На нее ремешки, застежки клею, верхнюю ручку. А сзади уже клеим шлейки. Вместе собираем и на них крепим рюкзак. Все, теперь можно запекать. Запекаем Венздэй, она любительница у нас экстрима. Вот, после запекания нужно будет нарисовать вот эти крапинки, белые точечки, белая акриловая краска и много-много изобилия точечек. Рисуем по всему платью. Все, вот. А, кстати, не забываем накрасти ногти черным цветом. Это прям важный момент у Венздэй. Вот, теперь точно фигурка готова. Вуаля. Как вам? Можно теперь отпускать ее в школу? Хотя нет, не хватает, не хватает ее компаньона. Руки ВЕЧ. Ну, или по имени ВЕЧ. В общем, я ее уже показывала в прошлом видео, как делать, поэтому в этот раз покажу так, в ускоренном варианте. Формируем руку тоже из бежевой полимерной глины, сглаживаем, тут ногтики дорисовываем, запекаем. После запекания окрашиваем. Кстати, это вам не целого человека слепить, а всего лишь руку. Так что вот, застарили, покрасили. Такая должна быть не первая свежесть, и не особо сильно можно стараться. Шрамики нарисовали, тут побольше шрамиков. И вуаля, вещь готова. Беги, дружок, гулять. Как я и говорила, я ее делала для куколки Лол. Здесь она хорошо подходит. А вот для этой Венздея слегка великовата, надо делать поменьше. Кстати, смотрите, как они смешно вместе смотрятся с куклой Лол. Теперь то ли у Лол такая большая голова с большими глазами, то ли это Венздея такая тоненькая. В общем, забавно вместе смотрятся. Знаете, Венздея в разных стилях. Я, кстати, вам еще покажу, как делать виолончель, но это уже в другом видео. И еще небольшой спойлер. Вас ждет школа про Венздей. Видео еще одно. Ну, в общем, потом расскажу. А пока завершаем этот мастер-класс, так как фигурка уже готова. Можно с ней играть. Ну, или на крайний случай можно вообще ее повесить как брелок на сумку. Тут уже как ваша фантазия вам подскажет. Ну, а если хотите еще кого-то слепить, вы пишите же мне в комментариях. Я все читаю. И, может, еще кого-то интересненького сделаем из этого сериала или из другого. Ну, а мы уже прощаемся с вами. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. И увидимся в следующих видео. Всех вас люблю, целую и пока.